ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! И у каких собак самые модные прически? Ребята, вы помните сказку про солдата, который целых три года не стриг волос и не причесывался в обмен на полцарства и принцессу в придачу? Тяжело пришлось бедняге, но уговор есть уговор. А я вот знаю одну собаку, которая никогда не причесывается, потому что щетка может испортить ее удивительную прическу. Здравствуйте, мне очень нравятся необычные прически. А есть ли собаки, которые изделяют мое увлечение? Виолетта, вот такую необычную прическу носят собаки породы командор. Я тебе с удовольствием о них расскажу. Командор, которого еще называют венгерской овчаркой, никогда не спутаешь с другой породой собак. Ведь все его тело покрывает длинная, свалявшаяся веревками шерсть. Можно подумать, что искусный собачий парикмахер потратил немало времени и сил, чтобы сделать этой собаке такую необычную прическу. Однако, эта прическа вовсе не творение человеческих рук. У собак породы командор от природы очень жесткая и густая шерсть, которая со временем сваливается и повисает в виде толстых шнуров, похожих на дреды. Я даже не думала, что у собак могут быть косички. Это их породный признак, такая шерсть. Рождаются щенки с шерстью совсем-совсем коротенькой. И вот у нас щенок, у него еще шерсть не сформирована, дредов у него еще нет. Дреды появляются с возрастом. Вот эта собака у нас, ей два года, вот у нее уже отросли вот такие веревочки. А собака, которая более старшая, у нее уже и веревочки длиннее. Дреды растут на протяжении всей жизни собаки. Сколько ни чеши, командора, шерсть у него все равно сваляется. Однако, когда шерсть щенка достигает определенной плотности и длины, три раза в месяц, ее нужно разделять, чтобы получились ровные, аккуратные шнуры. А как собака может видеть через такую густую шерстяную завесу? Ну, на самом деле, когда собака находится во дворе, как правило, мы ей собираем вот эти все веревочки и делаем вот такие хвостики. Еще, ко всему прочему, у командора прекрасно развит слух и нюх. Поэтому порой командор даже не ориентируется именно на свое зрение. Он слышит и прекрасно чувствует. А летом им не жарко? Нет, у них шерсть прекрасно держит и жару, и холод. Шерсть командора растет на протяжении всей жизни, достигая в длину более 70 сантиметров. А их шерсть требует особого ухода. Наверное, ее надо часто мыть. Конечно, за шерстью следует следить, тем более собака белая. И, конечно, командора мы периодически мыть. Командоры бывают только белые? Да, командоры бывают только белого окраса. Ну, где вы такое видели? Натуральный блондин, да еще и в натуральных дредах. На конкурсе причесок командору не отравных. А порода командора – это охотничая или стражевая собака? На самом деле, командор считается пастушьей собакой. А пастухи не путают командоров с овечками? Пастухи, конечно же, не путают, но вообще, когда командор охраняет стадо овец, его очень сложно отличить от овцы. Были нередки случаи, когда волк нападал не на овцу, а на командора и получал отпор. А какой характер у командоров? У них замечательный характер. Они очень добрые и беспричинно никогда не нападут и не обидят. Это очень адекватные собаки, которые прекрасно знают, когда стоит охранять, а когда стоит поиграть. По одной из легенд охотники нашли волчат. Дали им воду и стали смотреть, как те будут пить. Волчат, которые лакали воду подобно собакам, пастухи забрали и научили охранять свои стада. От них-то, возможно, и произошли венгерские пастушьи собаки-командоры. Золосый командор очень большой. А до каких размеров вырастает собака? У командора по стандарту породы нет верхнего предела роста. Чем собака выше, тем лучше. В истории был командор, у которого рост был 93 сантиметра в холке. Ого! А командоры, они преданные? Командор очень предан своей семье. Я бы хотела завести командора. Я думала, вы бы прекрасно смотрели вместе. А как он относится к детям? Командор прекрасно относится ко всем членам семьи. К детям в том числе. Но поскольку эта собака все-таки крупная, как любую другую собаку, командора нужно обязательно воспитывать. Нередко для командора ребенок становится прекрасным хозяином. Но для того, чтобы командор воспринимал тебя как хозяйку, для этого нужно с командором много заниматься. Сейчас достаточно много создано школ, где ребенок может заниматься со своей собакой дрессировкой. Командор не только красив, но и очень умен. И может обучиться любым командам. Недаром командор занесен в книгу рекордов Индеса, как самая необычная собака на свете. Недавно я...